друзья всем привет как ваши дела как настроение сегодня я рад рассказать вам последние новости из мира культуры развлечений и хорошего настроения буду рад если вы также поставите лайк этому видео поделитесь комментарием и отправите это видео вашим друзьям тогда есть шанс что хорошее настроение позитивный настрой распространится не только между нами с вами но и среди других людей а это же круто не правда ну давайте перейдем к новостям хотя нет для начала короткая реклама с недавнего времени я переехал в город алания на берегу средиземного моря это был довольно сложный выбор который занял много моего времени конечно же это интересный большой опыт которым я хочу также с вами поделиться тем более что у меня есть друзья которые с большим удовольствием помогут это сделать помогут разобраться во всех самых сложных вопросах так что я решил запустить канал дневник алании на котором буду рассказывать обо всем не только о том как переехать или приехать на отпуск гости но и также буду показывать культурные особенности некоторые варианты квартир вилл отелей в которых можно остановиться на короткий срок или навсегда. В общем, все, что касается сказочной жизни у моря, все будет там. Ссылка в описании, заходите. Вчера я рассказывал вам про героя Сабита Шантагбаева, про то, как он спас повисшую на высоте 8 этажей трехлетнюю девочку. И совсем ни слова не сказал про друга Сабита, которого зовут Саги Жалкишиев. Саги, держа за ноги, страховала Сабита Шантагбаева, тот лес на 8 этаж. И Саги тоже наградили, тоже дали квартиру. Но самое главное, наверное, не это, а то, что, мне кажется, какую сложную миссию выполнял он, рискуя своей жизнью. Но если вы, наверное, когда-нибудь прыгали с парашютом, с инструктором или ездили на заднем сидении мотоцикла, наверное, вы тоже можете представить чувство, которое наверняка посещали Саги. Я думаю, что он нервничал еще больше, чем Сабит, потому что он понимал, что от него зависит жизнь сразу двух человек. И Сабита, который полез из окна, и в том числе и девочки, которая висела и держалась двумя руками за край. Ему нужно было настолько крепко держать ногу Сабита, чтобы в случае чего удержать и мужчину, и не только его, но еще и девочку. Представьте себе удержать как минимум 80 килограмм взрослого мужчину, еще и с ребенком в руках почти 100 килограмм. Это огромная ответственность. И даже я вот сейчас, когда вам рассказываю, чувствую, как адреналин вырабатывается в крови. А в том моменте, я думаю, что Саги был переполнен адреналином. И попробуй тут удержить себя в спокойном состоянии, держать эмоции и дух под контролем. Так что на самом деле, в этом событии далеко не один. Все трое настоящие герои. И Сабит, и Саги, и маленькая девочка, которая держалась изо всех сил, несмотря ни на что. В общем, какое это счастье, что все хорошо закончилось. Ну и, конечно, огромная благодарность и почести двум казахам, которые решительно бросились и спасли девочку. Молодцы! Выражаю свое безмерное уважение джигитам. Девушка взяла фамилию Димаша, написав при этом в своем инстаграм пост со словами «Димаш украл мое сердце, а я украла его фамилию». Кристина Кудейберген познакомилась с творчеством Димаша 7 сентября 2019 года. Как она сама признается, Димаш забрал ее сердце в первые секунды. И тогда уже фамилия Димаша показалась ей чем-то невероятно красивым по звучанию. И вот в середине апреля 2022 года она отправилась в ЗАГС за фамилией любимого артиста. А уже 27 апреля состоялась перемена имени. И ей выдали свидетельство. Она хранила молчание до момента получения паспорта. И как только он оказался у нее в руках, она сделала публикацию в своем инстаграм. Чем привлекла внимание Дирс по всему миру. Мне так нравится. С этой фамилией даже имя стало звучать круче. Так Кристина Кудейберген делится своей радостью с подписчиками. Число которых выросло буквально за несколько дней. А вообще я знаю, что многие говорили раньше о том, что хотят взять имя Димаша, говорили о желании назвать именем Димаша своих детей. Ну вот Кристина, кажется, стала одной из первых, кто официально сменил имя, ну фамилию. Я, может быть, конечно, что-то где-то упустил. Если это не так, то поправьте меня в комментариях. Я много что видел. И картины, и песни, посвященные Димаша. И даже видел татуировку с Димашем. Но вот так, чтобы официально кто-то взял фамилию Димаша, я еще не видел. Но это, конечно, очень круто. И это показывает, насколько же сильна любовь к народному артисту мира. Ну и самое интересное, ее пример, я уверен, станет началом целой волны Диерс, которые захотят взять фамилию Кудеберген. Ну а джентльмены, я думаю, будут менять свои имена на имя Дин Мухаммед. Что совсем неудивительно. Я уже не говорю про количество малышей, которые будут при рождении получать имя Димаша. В общем, Кристина меня очень порадовала. Я желаю ей большой удачи с новым именем. Пускай теперь ее жизнь сопровождается только шикарными новостями. Пусть в будущем ее ждет только благополучие и счастье. А я уверен, что именно так и будет. Кстати, я с Кристиной связался. Мы немного уже пообщались. Она ответила на несколько вопросов, которые, я уверен, что вас интересуют. Но это видео будет не сегодня, а уже скоро на нашем канале. Друзья, на этом у меня все. Я буду рад увидеть вас на нашем канале Дневник Алани. Ну и, конечно, обязательно заходите в наш Инстаграм, потому что там тоже много чего интересного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok